Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Встретились, поговорили» Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв И сегодня у меня в гостях Российский астрофизик Антон Бирюков Здравствуйте, Антон Добрый день, Вадим Вы приехали в Ригу для того, чтобы выступить С двумя лекциями Это «Выход в свет» и «Жизнь в космосе» Ну вот я как раз хотел бы начать «Жизнь в космосе», потому что Это тема, которую мы любим на нашей радиостанции Это «Поиск внеземных цивилизаций» Есть же формула Дрейка, которая Ну, пытается, по крайней мере, подсчитать Вероятность того, что мы не одни во Вселенной Более того, что мы не только не одни во Вселенной Мы не единственные разумные существа во Вселенной Так ли это на самом деле? Ну да, формула Дрейка в конечном итоге пытается дать ответ Сколько цивилизаций в нашей Галактике существует С которыми мы, в принципе, можем войти в контакт То есть там большое количество сомножителей И она была сформулирована, дай бог памяти Где-то в 60-х годах По-моему, собственно, в 60-м И мы понемногу движемся по этим сомножителям Пытаемся их оценивать Там, например, есть такой фактор Какова вероятность того, что цивилизация Вообще с нами захочет связаться То есть мы можем быть в жестком игноре Например, да Нам сложно предсказать, что именно цивилизация захочет Почему они вообще захотят с кем-то поговорить Мы хотим с ними поговорить Почему они должны быть похожи на нас Это пока не очевидно С другой стороны, там есть более астрофизические факторы Например, количество планет, похожих на Землю На которых может развиваться разумная жизнь И вот к этому мы сейчас подошли уже достаточно близко Мы понимаем, что этих планет достаточно много Это экзопланета Экзопланета Буквально несколько дней назад за открытие экзопланет Была вручена Нобелевская премия по физике 25-летней давности открытия И сейчас, да, мы понимаем, что где-то пятая часть звезд, похожих на Солнце Они имеют планету, похожую на Землю Причем в зоне обитаемости так называемой То есть получается, что наше размышление о том Не одни ли мы во Вселенной Уходит из раздела научной фантастики И переходит уже, строго говоря, в науку В общем, да И, в общем, я бы сказал, это происходит уже достаточно давно Но дальше можно говорить о разной степени научности рассуждений Можно услышать разные комментарии от коллег Начиная от того, что, да, пускай это наука Но мы сейчас не можем об этом говорить Некоторые коллеги говорят, что, знаете, ваши размышления о неземных цивилизациях Это даже немножко псевдонаука Есть и такие комментарии Но я бы сказал, что в целом мысль, она движется Тем не менее, мы все-таки пока еще не приблизились К тому, чтобы заявить о том, что мы не одни во Вселенной Нет, не приблизились мы Я думаю, это и сможем сделать, когда мы уже найдем что-то Если мы говорим именно о разумной цивилизации Жизнь найти легче, органическую жизнь найти легче То есть бактерию там, например Да, на масштабе там в 15-20 лет Сейчас в ближайшие десятилетия несколько спутников исследовательских Полетят к спутникам больших планет К Европе, в частности, спутника Юпитера И, быть может, там какие-то следы органической жизни будут обнаружены Может быть, на Марсе Такая тоже, в принципе, есть вероятность Но это еще будет неразумная жизнь А вот так вот, я думаю, уже вполне при нашей жизни Какую-нибудь внеземную бактерию почему нет? Ну, на Ваш взгляд, все-таки поиск внеземных цивилизаций Является стимулом для развития науки? Скорее, да Ну вот, хорошего ответа у меня прям сходу нет То есть я не могу сейчас сказать, что да, это порождает технологии Это порождает рабочие места Как это делает там Та же самая обычная астрофизика Поиском именно внеземных цивилизаций Все-таки занимаются энтузиасты Это маргинальное тело Проект Сети, так называемый Проект Сети, да Несмотря на то, что существует институт Сети В Калифорнии, насколько я понимаю, единственный Но здесь играют два фактора Вероятность того, что мы что-то завтра найдем Ну, мягко говоря, маленькая Мы очень многого не знаем Где искать, как искать И вообще объем возможностей, который сейчас просмотрен Он очень мизерный Это гигантская работа Не на среднесрочную перспективу Но, наверное, никто не будет спорить Что если вдруг действительно мы завтра кого-то найдем Это будет, может быть, величайшее Или одно из величайших открытий в естествознании Для нашей цивилизации Поэтому вот фактор вот этой маловероятности Обнаружить и масштаба открытия Они перемножаются И дают что-то более-менее такое В общем-то разумное В этом смысле это интересно Люди этим занимаются Люди готовы тратить на это деньги Свои деньги Есть Юрий Мильнер Там есть Пол Аллен Это вот два человека Которые уже в это так или иначе Вложили сумму порядка Не знаю, 150-130 миллионов долларов Не знаю, с чем сравнить Но это большие деньги Вот И мы не можем как бы людям запретить Вкладывать их деньги И мы не можем запретить им об этом думать Вот в этом смысле Эта тема, она развивается В этом смысле, кстати, можно ли говорить о том Что наука, она перекликается с философией Потому что здесь возникает закономерный вопрос Готовы ли мы Как вид, как общество Ну, мировое общество К тому, что мы не одни во Вселенной Если мы вдруг кого-то найдем Или что-то найдем Да, конечно Я думаю, да С эти же Вот мы заговорили о СЭТИ И я отчасти буду говорить о СЭТИ Как астрофизикой Принято считать, что это тема такая астрономическая Люди космос этим занимаются На самом деле, эта проблема гораздо шире Эта проблема очень большая Междисциплинарная Буквально два месяца назад От специальной астрофизической обсерватории В России прошла школа Для старших школьников Посвященная СЭТИ И среди спикеров там были Не только астрономы Математики, физики Но и человек из области социологии Химии, биологии Истории Смежных дисциплин Такая комплексная Да, это очень большая комплексная проблема И это действительно не только проблема Кого-то найти и понять, где они живут Астрономы могут сказать, где есть планета На которой можно искать и как искать Могут предложить методы А вот что от них ждать И зачем мы вообще все это ищем Мне, например, очень нравится Фраза моего учителя Григория Бескина Может быть, мне не ему принадлежит, но не знаю Звучит она так, что СЭТИ – это своего рода наше зеркало В общем-то, мы, занимаясь проблемой СЭТИ Пытаясь думать о других цивилизациях Мы думаем в первую очередь о себе О своем развитии Какими мы станем, скажем, через сто лет Через тысячу лет Прогнозы о том, сколько элементарно нас будет Человек через сто лет Это одна из таких острых, вообще очень горячих тем сейчас Потому что ресурсов ограниченное количество И как-то нужно уметь прогнозировать Вот это все сваливается воедино Сходит воедино такую кучку И все это превращается в проблему СЭТИ То есть в этом смысле она интересна и нужна всем Не только астрономам Ну, астрофизики, они задаются вопросом Ну, может быть, это, конечно, вопрос не Ближнесрочный, не среднесрочный Такой очень долгосрочной перспективы О том, что если Земля будет перенаселена Или у нас возникнут какие-то проблемы То, в общем-то, стоит вопрос Как человечеству выжить И здесь уже мы обращаемся как раз К научной фантастике С одной стороны С другой стороны, наверное, об этом ученые тоже задумываются О том, можем ли мы, в общем-то, уехать куда-то Улететь куда-то и, собственно, начать там жить Ну, вот, опять же, астрофизики не задаются этим вопросом Астрофизики решают другие вопросы Астрофизики могут подсказать, где мы, в принципе, можем жить То есть мы можем сказать, что на Марс ехать не надо Вот прямо сейчас не надо То есть Марс для нас не перспективная площадка Да, прямо сейчас он для нас плохой Но есть волшебное слово терроформирование И мы можем попытаться сделать его хорошим Да, и вот астрономы могут сказать о том Как долететь Как долго Марс будет оставаться на своей орбите стабильной Вот какие там условия Какую нужно вложить там энергетику, чтобы его термоформировать Вот такие вещи можно сделать Какие расстояния до ближайших звезд Вот мы знаем, что Проксима Центавра Ближайшая звезда, она обладает планетой По-видимому, земного типа И, по-видимому, в зоне обитания Это вот открытие последних лет Теперь, если что, мы знаем, что лететь, по крайней мере, нужно не так далеко И до Проксима Центавра За какие-то там разумные десятки лет Вот, по крайней мере, один прибор, создание которого Инициирован в том числе в рамках программы Мильнера Вот это Брэк Тру инициатив Это несколько десятков лет Можно долететь, это вполне себе разумный срок Вот астрофизики могут ответить на такие вопросы Но вот как Что именно выбрать Как перелететь, как создать технологии Чтобы всех нас поднять отсюда Ну вот, нет Но астрофизики ведь тоже работают Самыми современными технологиями Это и радиотелескопы И космические телескопы И спутники, которые То есть, в данном случае ведь астрофизика Тоже в какой-то степени влияет На создание новых таких технологических решений Астрофизика, да Вот именно современная наука астрофизика Конечно, это и новые алгоритмы обработки данных Это и новые приборы Есть такая почти что Не знаю, стандартная идея о том Что те рентгеновские сканеры Которые стоят в аэропортах И которые обеспечивают безопасность полета Они, их детекторы Собственно, рентгеновские детекторы Изначально были сделаны для нужд астрофизики Для нужд рентгеновской астрономии И уже потом попали туда Это такая хрестоматийная история Вроде она даже правильная Просто я так часто ее слышал Что начинаю потихоньку в это верить Сомневаться Ну или сомневаться Но вот я просто не видел ни одного документа Где вот прям четко показывал Что это действительно так и есть Но история достаточно красивая И по сей день Даже Те люди, которые так или иначе Изучают астрофизику Делают какие-то первые шаги Потом, может быть, после одного-двух постдоков То есть они работают в науке Один-два срока контракта Потом они уходят в индустрию Они уходят вместе со своими знаниями Эти знания там применяют И идеи, которые изначально родились в науке Они приходят в индустрию То есть такая история, да, существует И это достаточно стандартно Ну, о прикладном значении астрофизики Мы тоже говорили Вот с одним из наших экспертов Юрий Ковалев Выходил в прямой эфир В программе «Абонент доступен» Как раз Когда скептики Задали ему вопрос Ну, собственно Для чего вы этим занимаетесь? Он привел несколько примеров Именно прикладного решения Это Wi-Fi Который был, в общем-то, тоже Спровоцирован астрофизиками Изобретение Wi-Fi А это еще и Камеры в мобильных телефонах То есть цифровая фотография Это тоже ваши Ребята, как я понимаю Ну, она была Насколько я знаю Она была развита Она была востребована Вот Цифровые фотоприемники Они были востребованы астрономами Потому что они гораздо лучше Чем обычные фотопластинки Чем пленки Ну, фотопластинки Которые им пользовались На протяжении 70-80 лет Астрономы Они были более чувствительны Поэтому, видимо, произошел некий бум Развития этих технологий Они стали дешевле Они стали доступнее Да Но Я думаю, что если бы даже не было астрофизиков Астрофизики были Создавали некий запрос На то, чтобы эти технологии развивались Но при этом Это физика твердого тела Это квантовая физика И здесь нужно сказать спасибо Коллегам-физикам Которые понимали Как эти технологии Можно реально создать Ну, свет, кстати Вот мы говорили о фотографии О цифровой фотографии Ведь вы еще занимаетесь изучением света И одна из ваших лекций Будет посвящена имени свету Свет ведь уникален На мой взгляд По нескольким таким факторам Это, во-первых, его скорость абсолютно В физике 300 тысяч километров в секунду Скорость передачи информации Что важно Потому что солнечный датчик Может, как мы знаем, быстрее И свет Это и одновременно И волна, и частица Да Как, собственно, и все Частица – это тоже Тот же самый электрон Протон – это одновременно И частица, и волна Но первая идея о том Что это может быть частица Это именно прошло от света Изначально, в общем-то, было два лагеря Еще в XVIII-XV веке Когда люди рассуждали о природе света Волны – это или частицы Были эксперименты Типичные волновые С дифракцией, с интерференцией С преломлением Которые очень хорошо объясняются Волновой природой И вроде до XX века Все так оно и было До тех пор, пока мы не построили Хорошее телоэлектричество Не поняли, что свет – это электромагнитные волны Опять же, волны Все было хорошо Но вот при попытке построить Теорию свечения абсолютно черного тела То есть просто нагретое тело Мы с вами сейчас сидим и светим Мы излучаем в эфир И только на другой частоте Поэтому мы не перебиваем То есть нас можно увидеть со спутника Ну, с инфракрасного – да И попытка построить такую теорию Она натолкнулась на то, что приходится Все-таки постулировать, что свет Распространяется квантами А там же возник и фотоэффект Как явление, которое объяснил Эйнштейн И, кстати, за это ему дали Нобелевскую премию Потому что за теорию Ленар Не хотел, чтобы ему дали Насколько я помню У них там были терки Да, такая была история И да, пришлось сказать, что свет – это волна и частица А потом пришла гениальная мысль Хорошо, если свет – это и волна, и частица То, может быть, электрон – это и частица, и волна И оказалось, что это действительно так Вот так вот родилась квантовая теория В каком смысле свет – это такой главный герой физики XX века Потому что он породил две самые важные, самые фундаментальные теории XX века Теория относительности и квантовая теория Почему скорость света абсолютно? Почему нет ничего быстрее? На данный момент, по крайней мере, мы не знаем ничего быстрее света Физики утверждают, что не узнаем Ну, не знаю, как будет развиваться наука, но тем не менее Если бы я это знал, я бы, наверное, был бы… Скорость света в вакууме Да, да, я понимаю, наверное, я был бы не в Риге, а в Стокгольме Сегодня не получал бы очередной Нет, не сегодня, 10 декабря, когда там Нобелевские премии вручают В день смерти Нобеля Ну, нет ответа Короткий ответ звучит так Весь мир, все наши экспериментальные данные Выглядят так, как будто если бы это вот так вот Нельзя говорить, что не может быть ничего быстрее скорости Движаться быстрее скорости света Могут существовать сверхсветовые частицы сами по себе У них даже есть специальное название Тахионы – это гипотетические частицы Были эксперименты, может быть, они продолжаются Попытки их найти, но они не были обнаружены У них другое свойство Они не могут пересечь скорость света с большей стороны То есть они не могут замедлиться И двигаться медленнее, чем скорость света У них энергия начинает возрастать, бесконечность для этого То есть скорость света – это такая выделенная скорость Которая является барьером К ней можно подойти, но ее нельзя пересечь Что с одной, что с другой стороны Почему так? Ну вот То есть наука еще пока не знает ответ на этот вопрос Это для меня, во всяком случае, давайте так Для меня это обобщение экспериментальных данных Мы видим, что это так Можно пытаться об этом рассуждать Но вот Хороших идей я пока лично не встречал Ну а ценность еще заключается в том, что Со скоростью света мы можем передавать информацию То есть это полезная нагрузка Да Ну в данном случае это хорошо, потому что она очень большая Эта скорость С одной стороны, с другой стороны для космоса она ведь не очень большая Для космоса она не очень большая, да Ну вот нам приходится жить с тем, что есть Ну астрофизики задаются вопросом Как нам передвигаться во Вселенной Как нам увидеть то, что, в общем-то, находится за гранью, скажем, нашего представления Потому что, ну, говорят о черных дырах, кроличных норах Кротовых Да, кротовых, простите, норах Это я с Алисой в стране чудеса перепутал Ну вот, и вот эта возможность, что Есть некие порталы, которые позволяют Вот так сокращать расстояние эти огромные Ну, это вопрос, скорее, специалистов Теории гравитации, насколько я понимаю Я, те решения Теории гравитации, которые сейчас есть Они Не запрещают существование вот таких вот Переходов Из одной части пространства-времени в другую Достаточно быстро с точки зрения Удаленного наблюдателя, в этом смысле, да, это будет Движение со скоростью больше скорости света Я ни разу не видел, не читал, чтобы кто-то думал о реальной технической реализации такого портала Даже хотя бы на микроскопическом уровне То есть это мы пока не можем даже теоретически создать Теоретически мы это описать можем На бумаге, в виде уравнений Мы можем это замоделировать И какие-то там формулы, по-моему, можно найти в книжке Интерстеллара Связанные с выходом фильма, который написал Кип Торн Но пока не более того То есть, да, эта теория есть, но она уже есть Да, там, когда Ньютон открыл закон всемирного тяготения Это была очень красивая теория Кто же знает, что благодаря этому закону потом будут летать спутники И предсказывать погоду Потом появился Эйнштейн, который уточнил Да, который уточнил И появились не просто спутники, но спутники навигационные Да, появилось GPS То есть прогноз погоды был бы при помощи Ньютона сделан А вот GPS и спутниковая навигация появилась только после Эйнштейна Я, кстати, недавно узнал от Юрия Ковалева о том, что как раз квазары используются в качестве маяков для системы GPS По ним определяют Да, да То есть это те источники, которые используются как реперные на нашем небе Мы до сих пор ориентируемся по звездам Ничего другого мы не придумали Только эти звезды, они уже немножко другие То есть это не как капитаны, которые еще в таки до навигационное время Ну, качественно примерно так А по сути, нет, это уже не так Это радиоисточники Это вообще, это черные дыры, сверхмассивные черные дыры Которые окрицируют многое вещества И как по ним, кстати, вести навигацию Для того, чтобы по ним вести навигацию Надо еще примерно понимать, как они устроены Как они светят в разных диапазонах Потому что они видны в радиодиапазоне А иногда навигацию, особенно спутникам, полезно вести в оптическом диапазоне И привести систему координат из радиодиапазона в оптический Не так просто, потому что эти квазары в радио и оптике светят немножко по-другому Но здесь важно что? Важно, что они не меняют своего расположения Поскольку они очень большие и очень далеко находятся Они очень далеко находятся Они слабо меняют свое расположение Да, пока нам их достаточно Пока мы не пришли к точности навигации, не знаю, на Земле Какие-нибудь микронные Вот когда мы будем это делать Я сейчас от балды сказал число Когда мы будем смотреть в микронные Может быть тогда понадобится и что-то поменять с квазарами Использовать какие-то другие источники Но микромир и макромир То есть если мы говорим о нано-историях Все-таки там есть что-то от космоса? То есть можно ли провести аналогии? Строение, расположение и так далее? Скорее нет Вот я возьму себе смелость так сказать Скорее нет Космос Вы скорее имеете в виду то, что есть планетные системы Они собраны в галактике Да, галактики как-то движутся И есть какие-то вот эти шарики Большие или маленькие Которые просто летают Иногда сталкиваются Или просто как-то с другом взаимодействуют Вот возвращаясь к квантовой теории Тот же самый атом Вообще-то он не похож на солнечную систему Потому что протоны, электронные частицы микромира Это не шарики Это некоторые образования Которые мы вынуждены описывать И как частицы, и как волна Просто потому, что мы не знаем, как их описать У нас в нашем языке, в нашем опыте Нет таких образов При помощи которых это можно описать Как хорошая история Как детям в Азии Описывают, что такое снег И показывают хлопок И говорят, вот посмотрите Это нечто похожее на снег Но разве это снег? Разве он передает все вот тонкости Все детали снега И хлопок не холодный И хлопок не холодный И он не тает Если его взять в руки Руки не станут мокрыми Но тем не менее Тут некое приближение Так, в общем-то, и здесь Микромир оказался Очень не похожий На тот механистичный мир Стандартным, с которым мы работаем С которым мы имеем дело В нашей повседневной жизни И это тоже стало откровением Для ученых? В каком-то смысле, да Вот это откровение Которое принесла квантовая теория И это Отчасти это откровение По сей день Потому что По сей день Существует несколько Интерпретаций Квантовой теории Так называемых Конечно, Копенгагенская Стандартная Которая была предложена Командой Нильса Бора В свое время Она является классической И, пожалуй, общепринятой Несколько лет назад Мне попалась Статья На глаза Где просто проводили опрос Был какой-то физический симпозиум Где-то в Америке Большое, по-моему, Американское физическое общество Какую интерпретацию Квантовой механики Вы считаете Лучшей? Так вот За Копенгагенскую Которую, казалось бы, Классическую Проголосовало там Не 90% Что-то 60% или 70% Все равно есть 30% физиков Которые Воспринимают ее иначе То есть Вопрос Что все это значит Он до сих пор В какой-то степени Существует Мы То есть Ученые В данном случае Они получили ответ На вопрос Что было до Большого взрыва Насколько я понимаю Нет То есть Мы не знаем Нет Нет, смотрите Тут есть такая тонкость Вы, наверное, сейчас сказали Имея в виду Что Большой взрыв Это некая точка начала С которого началось Рождение Всего Да, рождение Вселенной Вот Все-таки Насколько я Себе представляю В современной космологии Корректнее Говорить о том Что Большой взрыв Это состояние Горячей Вселенной Не с самого начала С самого начала Была так называемая Планковская эпоха Это время Где-то 10-43 секунды После начала Дальше мы дойти не можем Мы не можем сказать Что было до Вселенная тогда уже существовала И уже расширялась Причем расширялась С ускорением Началась стадия инфляции И вот уже после стадии инфляции Вселенная разогрелась И возникла вот эта стадия Расширяющейся Горячей Вселенной Которая Чаще Чаще это значит Последние года 2-3 Я слышу от коллег На докладах И называют Состоянием Большого взрыва То есть на вопрос Что было до Большого взрыва Была инфляция Вот можно отвечать так Но если вы спрашиваете Что было до начала Вселенной Что взорвалось Здесь вот Мне кажется Главный вопрос Который волнует В том числе обывателей Если не было ничего То что же тогда взорвалось Вот оно не взорвалось Было нечто Что начало расширяться В какой-то момент Мы не можем дойти Сейчас вот за эти 10 минус 43 секунды То есть 10 минус 43 секунды Вселенная уже была Откуда она там взялась Ответа нет То есть во всяком случае Окей Для меня Как человека Который не занимается Физической космологией За которую тоже Кстати дали Нобелевскую премию Несколько дней назад Ответа пока нет То есть корректного ответа Но Базон Хиггса И то что делали В ЦЕРМ Он ведь как раз Должен был дать вопрос В том числе И на этот вопрос Во всяком случае В научно-популярной литературе И СМИ Так это подавали Не вполне Он Скорее дает ответ На вопрос О формировании взаимодействий О формировании массы У частиц То есть это опять же К вопросу о взаимодействиях То есть он говорит о том Как была устроена Физика микромира В том числе В первые минуты Жизни Вселенной В том состоянии Когда Вселенная Находилась в первые Свои минуты Но это не ответ на вопрос А что было Собственно до То есть Я понимаю Почему так это Приводится в популярной Литературе Но иногда Нужно пафос Чуть-чуть Уменьшать То есть чуть меньше пафоса Но здесь как раз Включается уже Религиозная трактовка О том что мы не можем Объяснить что было до И соответственно Здесь появляется Концепция Бога Который взял И создал Собственно Вселенную Мир и так далее И тому подобное Да И наверное С этим ничего поделать нельзя Я бы сказал Можно сказать Что Вселенная Была создана Пять минут назад Уже вместе с вами Уже с нашим разговором Уже со всем тем Что я тут наговорил И уже такой старой Какой мы ее сегодня видим Да там С возрастом 13 миллиардов лет Мы это не можем проверить Этот вопрос Он выходит за рамки науки Он так называем Нефальсифицируемый Это нефальсифицируемая идея Она не предполагает Эксперимента Который мог бы ее Опровергнуть Но ученые пытались Доказать Существование Или несуществование Бога Нет Этот вопрос Науке неинтересен То есть Неинтересен по какой причине Потому что я вспоминаю Горького У него В романе Мои университеты Как раз там был Один математик Который выбегал И говорил Я рядом Я рядом Я сейчас докажу Что Бога нет Ну вот соответственно Науке неинтересно Кстати обратиться К этому То есть о том Что мы подразумеваем Под Богом В религиозной трактовке Или это совсем за пределом Если мы говорим О науке физике О естественной науке С моей точки зрения Нет Неинтересно Это просто выходит За рамки Там научного поиска Тех вопросов Которыми наука интересуется Наука физика Описывает то Что она видит То есть экспериментальным путем Мы просто не можем Это доказать Да Как только будут Какие-то эксперименты Какие-то наблюдательные факты Которые будут говорить о том Что вот есть какая-то сила Есть нечто Воздействие чего нельзя объяснить Другими известными путями Вот сейчас перед нами На столе ставят предмет Они сейчас могут начать Как-то двигаться Если мы поймем Что мы не можем Никак объяснить Теми силами Которые мы уже знаем Это движение Это будет поводом для того Чтобы задуматься О существовании Какой-то дополнительной силы Какого-то дополнительного фактора Источника этой силы И вот об этом уже рассуждать До тех пор Пока то, что мы видим Нас получается объяснять В рамках нашего Классического физического подхода В общем-то Это не так интересно Но ведь далеко не все В космосе Ученые еще могут объяснить Есть некие загадочные Там радиосплесков Ну хорошо, с радиосплеском Вроде разобрались Но тем не менее Мы вроде пока не разобрались Есть предположения Вопросов много Наука движется И знаете, кстати Чем еще, наверное, хороша наука Наука учит тому Что некоторые вопросы Могут оставаться без ответов И это нормально То есть мы пока еще Просто это не можем объяснить Да, мы пока просто Еще этого не можем не объяснить И, может быть, при нашей жизни Даже не объясним Да, с этим надо жить И как-то ничего страшного В общем-то в этом нет А что с радиосплесками, кстати? Насколько я понимаю Ну, хорошей вообще принятой теории Все-таки еще пока нет Скорее всего Это события Связанные с нейтронными звездами С процессами в магнитосферах Нейтронных звезд Потому что там должна быть Очень большая энергетика Ее как раз можно взять Из сверхсильного магнитного поля И это очень компактные объекты Вот И по всей видимости Это не какой-то Катастрофический процесс Который просто разрушает Саму систему Которая вспыхивает Как быстрый радиосплеск Есть повторные Как минимум два источника Повторных быстрых радиосплесков Но окончательного решения Пока еще нет Сейчас запущено Несколько обзоров Несколько телескопов Которые будут открывать эти И уже в общем-то открыли На самом деле Большое количество радиосплесков Там не 50 Которые мы сейчас знаем Это китайские астрономы Нет Есть большой проект в Канаде Вот в Китае Это ФАС, наверное, вы имеете ввиду Самый большой Да, самый большой Это 500-метровый телескоп По-моему, от них сейчас было Только обнаружение Нескольких таких событий Там 4 или 5 Вот Но самый большой Это, пожалуй, канадские антенны Которые Вот в кулуарах Коллеги хвалились Что они уже обнаружили Там более сотни Подобных событий Но это пока еще не опубликовано Когда пульсары обнаружили Ведь военные Как раз засекретили эту историю Потому что их Там первые пульсары Там маленький зеленый человечек Или как-то так Его аббревиатура была То есть предполагали Что это, возможно, сигнал От внеземных цивилизаций Сегодня этот вопрос Опять же с теми же Загадочными радиосплесками Он не рассматривается серьезно Что это сигнал кого-то По-моему, такие работы были Есть там руководитель Гарвардского астрономического департамента Абрахам Лёб Который как раз любит Рассуждать на такие темы По-моему, у него были подобные работы Но это все-таки не воспринимается Вот настолько серьезно Что это вот идея За которую нужно браться И которую надо развивать Нет, опять же Вот один из принципов науки Это не умножать сущности Вы покупаете кофе В кофейном автомате Вы же не думаете Что там сидит специальный гномик Который вам заваривает кофе И которому вы даете деньги А он эти деньги Кофе покупает в магазине Если вам пять лет То в это можно поверить Вот, в это можно поверить Но это можно проверить И убедиться, что это не так Это некоторые лишние сущности В данном случае Тоже если мы говорим О какой-то там Высших силах Нет, для нас в данном случае Это лишняя сущность То есть мы пытаемся Все объяснить В рамках тех представлений Тех идей, которые у нас есть Сейчас тех знаний Вот, хорошая вещь Тех знаний, которые у нас есть И как только мы поймем Что мы не можем Это сделать в рамках этих знаний Нам придется выйти за них Да Но пока об этом Вот на это ничто не намекает По всякому случаю Что касается радиовсплесков Я уже цесировал Юрия Ковалева Мы как раз задавали ему вопрос О бесконечности Вселенной И он как раз сказал Что в какой-то момент Он осознал, что Вселенная Может быть бесконечной Хотя в это трудно поверить Вот, что с Вселенной Потому что есть теория О расширяющейся Вселенной Если она расширяется То значит она не бесконечна То есть что мы можем сказать Об этом, кстати? Вселенная расширяется Вселенная конечна Она конечна хотя бы потому Что у нее конечный возраст Она может быть безграничной То есть ее топология Может быть таковой Ну вот как поверхность Земли Куда бы вы ни пошли Если бы у нас не было препятствий Мы можем ходить бесконечно долго По Земле Потому что она у нас Замкнутый тип топологии Но мы вернемся Да, вернемся в ту же самую точку Тем не менее Земля имеет очевидно Конечные размеры И конечную площадь поверхности Мы не можем ее заставить Бесконечными домами, дорогами И чем-то еще Вселенная в этом смысле Она все-таки конечна И мы скорее привыкли к тому Что все, с чем мы сталкиваемся В реальном физическом мире Оно конечна То есть как только у нас Где-то в физике возникает бесконечность Физических формул Где-то возникает бесконечность Это скорее маленький звоночек о том Что мы что-то сделали не так Какое-то допущение Которое здесь не надо было делать Сделали Где-то ошиблись в математике Еще как-то То есть мир все-таки конечен Но у Вселенной Если говорить таким простым языком Есть стена То есть условно говоря Когда доходишь до конечной точки Ты упираешься в стену И все Там тупик То есть летел-летел И остановился Ну что мы подразумеваем Подконечностью в данном случае? Подконечностью Нет, это не граница Это конечный объем Я вот не готов сейчас поговорить Честно говоря Про топологию Вселенной Давайте останемся так Есть конечный объем Нельзя Вселенную заселить Бесконечным количеством звезд Например Они просто не поместятся Вот это точно То есть получается Что все-таки эта граница есть И возникает вопрос А что за этой границей? То, что было до того Как произошел большой взрыв Видимо ничего То есть Либо другие Вселенные Такое тоже может быть А ничего тоже существует То есть условно говоря Что мы под этим подразумеваем? В физике То есть это пустота абсолютная Ну вот как раз говорят о том Что черные дыры Там время останавливается По Хокингу опять же Кстати Сурдин Который редактировал книгу Хокинга Говорит, что не совсем так Все-таки это такое упрощение Для обывателя Но просто время меняется Да, время меняется Хотя Да То есть Простой Простой вывод Он говорит о том Что с точки зрения Внешнего наблюдателя На поверхности черной дыры Время действительно становится Ситуация немножко сложнее Но В конечном итоге Как я понимаю То есть хорошее Именно описание черной дыры Все-таки даст квантовая гравитация Потому что это достаточно Это может оказаться очень важным Потому что черная дыра Это в общем-то Некая материальная точка Масса, которая сжалась В точку Вот И как именно она устроена Вот эта материальная точка Этот ответ сможет дать Только квантовая гравитация Которая пока еще В общем-то Не построена Вот Что касается пустоты Давайте так Я сейчас уведу Вопрос из философии Чисто физику Вот С точки зрения физики Пустота Достаточно простое Функциональное понятие И возникает оно Скорее из математических соображений Это скорее математическая концепция Все в школе учим Второй закон Ньютона Наверное, помните Масса умноженная ускорение Равно силе И если мы говорим О пустом пространстве Это вот это самое уравнение Где с правой стороны Вместо силы Мы поставим ноль Все Вот это движение точки В пустом пространстве Ускорение постоянно Точка движется равномерно Прямолинейно Бесконечно долго Принцип инерции Вот Скорее так возникает Концепция пустоты То есть пустота Это что-то Где на пробное тело Не воздействуют Никакие силы Опять же Мы Мы ученые Физики Работают С тем Что так или иначе Наблюдаем С теми воздействиями Которые Приводят К каким-то видимым Изменениям Во внешнем мире Если мы сейчас скажем Что здесь в комнате Есть некое существо Которое есть Но которое в принципе Никак не может воздействовать Ни на один из предметов Находящийся в комнате И на нас С вами С точки зрения физики Этого существа нет То место Которое оно занимает Оно пустое Оно пустое Именно потому Что нет ничего Что на нас бы Повоздействовал Или на какие-то другие предметы То есть Если мы его не видим Если мы его не слышим Если оно не предпринимает Какие-то действия Да То соответственно Его не существует Да Его не существует То есть с точки зрения физики Его не существует Оно не нужно для того Чтобы описывать Окружающую Вот сейчас Нашу действительность Что у нас светло Тепло Там Дует Вентилятор Вот Вот для этого нужна физика. А если это существо никак на нас не воздействует, то его просто нет. Ну, вернее, как, оно может быть, но оно физикам неинтересно. То есть пустота перестаёт быть пустотой, если там появляется что-то, например, свет. Появляется что-то, что способно воздействовать на нас, на наши приборы, на другие частицы, на другие тела, и мы это воздействие можем зафиксировать. Но время в пустоте, оно идёт так же, как и не в пустоте? Здесь есть как раз пространство-время? Нет, время в пустоте идёт не так же, как не в пустоте, потому что если мы говорим «не пустота», заполнена телами, телами обладают массой, да даже любая плотность энергии, она порождает искривление пространства-времени, и время начинает течь уже по-другому. Это вывод общей теории относительности. Ну, кстати, ведь о времени в контексте космоса очень часто говорят, и я говорил с одним физиком, который считает, что время, пожалуй, это то, на чём нам надо сконцентрировать свои усилия, изучать именно течение времени. Мы говорим о космосе, часто подразумевая некие такие парадоксы. Фирма «Интерстеллар» – это хорошо показано, можно улететь, и, соответственно, там не постареть, а вернувшись на Землю, увидеть своих одноклассников или одногодок уже совершенно старыми людьми. Вообще эксперименты со временем, и вот эти размышления на тему, сможем ли мы что-то сделать со временем, управлять временем, то есть «Машина времени» Герберта Уэллса – это такой классический, фантастический пример, но, тем не менее, мы сможем, может быть, в обозримом или необозримом будущем каким-то образом влиять на время и как-то его корректировать. Ну вот смотрите, что в внеземных цивилизациях, что в вопросах со временем, можно двумя путями говорить об этой теме. Внеземные цивилизации – это люди в чёрном, или это, я не знаю, там, Карл Саган или Шкуловский, или тот же самый, формула Дрейка, вот. Люди в чёрном знают все, но это не история про внеземные цивилизации. Это история про Голливуд. Это про Голливуд, это про людей, это про какие-то интересные события. То же самое со временем. «Машина времени», «Назад в будущее» – это красивая и фантастическая история, это, может быть, наше внутреннее желание, но это не история про науку, не вполне история про науку, не вполне про физику. То есть даже теоретически мы это не допускаем сейчас? Теоретически, смотрите, мы во времени, конечно, можем путешествовать, и мы это делаем с вами прямо сейчас. Потому что мы находимся на шестом этаже. Ну, во-первых, мы живём во времени, и да, мы с вами движемся во времени иначе, чем люди, которые сейчас ходят по земле на первом этаже, а мы на шестом, и даже находясь по разные концы стола, мы с вами движемся во времени чуть иначе. Я подозреваю, что вы сейчас стареете чуть медленнее, чем я. То есть я выгоднее нахожусь в этом сутке? Да, вы выгоднее просто потому, что у вас стоит рядом ноутбук и телефон, а передо мной только микрофон, он маломассивный. Ну, у него общая масса меньше. Соответственно, ноутбук, он останавливает время. Да. Надо девушкам нашим сказать в редакции. Он, а принтер ещё сильнее останавливает. Вот. В этом смысле все двигаются во времени чуть, кто-то чуть медленнее, кто-то чуть быстрее. Мы все путешествуем. Мы не можем остановиться, скорее всего, во времени. Для этого нам нужно поставить, там, не знаю, оказаться рядом с чёрной дырой. Вот. Там с нами уже будут происходить другие процессы на горизонте событий чёрной дыры. И вот чего мы скорее тоже не можем сделать, это вернуться назад во времени. Хотя есть схемы, связанные как раз с кротовыми норами. Кроме чёрных дыр есть ещё белые дыры. И более того, белые дыры, по идее, должны сопровождать в рамках решения общественной теории относительности. Каждой чёрной дыре соответствует белой дыре. Это выход? Это некая особая точка, которая находится вообще-то в прошлом. То есть, если мы выходим из белой дыры, то, соответственно, мы можем оказаться там несколько десятков лет назад. Ну, в общем, да. Сотен там. Да. Наверное, можно так интерпретировать. То есть, можно говорить о вот таких схемах, которые позволяют путешествовать в прошлое, но серьёзных разговоров лично я об этом, в общем-то, не встречал. Это не какое-то отдельное изучение времени. Это общая теория относительности. Это релятивистская физика. И вот те люди, которые занимаются релятивистской физикой, скорее всего, об этом думают. То есть, получается, что сейчас, находясь по разные стороны стола, для вас уже что-то произошло, а для меня ещё нет. То есть, соответственно, вы обгоняете меня сейчас в этом плане восприятия на доли сотой, тысячной, миллионной доли секунды. Просто мы это не способны осознать. В силу того, что мы рядом находимся. Да, можно сказать и так. Но хотя, наверное, корректнее говорить, что вот наши внутренние часы сейчас идут по-другому. У вас они идут чуть медленнее, а у меня они идут сейчас чуть быстрее. Ну, или там не внутренние, даже если бы у меня на руке были часы, они бы шли чуть-чуть быстрее. Да, но воспринять это невозможно. Это очень-очень маленький эффект, совершенно незаметный. Но это мы говорим о том, что, как мы знаем, что такое время – это 9 миллиардов ударов атома, да, если я не ошибаюсь? То есть периодов излучения волны, электромагнитной волны, которая спускается из-за 133 в каком-то из своих сверхтонких переходов. То есть получается, что в этом смысле как раз у меня замедляется эта волна. Да, да. Именно из-за того, что рядом находится ноутбук, телефон, и масса, соответственно, выше. Да. Тогда звукорежиссер у нас стареет медленнее всех, по-моему. Он там весь в окружении аппаратуры. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните нам, у нас еще около пяти минут остается до конца эфира. Антон Бирюков у нас сегодня на… Не хотел сказать прямой связи, нет, в студии у нас сегодня. Это программа «Стретились, поговорили». Говорим мы о космосе, о физике. И, кстати, Антон выступит с лекцией в клубе «Синий филин». Приглашает детей от 8 до 16 лет на интерактивные лекции о космосе. Известного российского астрофизика Антона Бирюкова. Кстати, расскажите, где будут эти лекции, о чем вы будете говорить. Вот я буду говорить… Значит, во-первых, где это будет? Это будет в зале галереи музея МЛВ. Вот это организует действительно «Синий филин». И это будет две лекции для школьников от 8 лет и старше, но они будут в разных вариантах для тех, кто помладше, для тех, кто постарше, чтобы не сваливать там на 8-летних сразу много информации сложной. Мы поговорим про свет, но именно про свет, как вот некоего героя физики 20 века. То есть не очень хочется превращать в школьный урок этот рассказ. И мы поговорим о жизни. О жизни во Вселенной. И, опять же, вот не хочется говорить о людях в чёрных, а именно о жизни, и в том числе разумной жизни, о её поисках. То, как этим сейчас занимаются те люди, которые близки к проблеме с этим и к проблеме, в частности, поиска экзопланет. Я напомню, что «Выход в свет» лекция пройдёт 12 октября в 15.00, 13 октября в 12.00, а также 12 октября в 18.00. А лекция «Жизнь в космосе» 13 октября в 15.00. Звоните нам 672 12 93 9 и 672 13 93 9. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр. Можно ещё раз попытаться объяснить, почему время имеет замедление и ускорение? С точки зрения, конечно, эталона времени, я понимаю, что на эту волну могут действовать внешние силы, физические, ещё какие-нибудь. А вот в плане ощущений, почему я не старею, предложим так сказать, если в далёком космосе, физически, время, эталон, это придумали люди. Мы взяли единицу времени. Она, конечно, может увеличиваться, укорачиваться, но по ощущениям, почему и на человека, человека не стареет? Да, спасибо. Вот, да, если он находится на дальних планетах, как мы видели в фильме Интерстеллара. Вот. Ну, человек не стареет по одной простой причине. Спасибо за вопрос, во-первых. Человек не стареет по одной простой причине. Рядом с массивными телами, в принципе, замедляются все процессы, все физические процессы, все движения. Старение человека – это процессы, биохимические процессы у нас в организме. Что-то происходит с нашими атомами, они куда-то двигаются, перетекают, они как-то взаимодействуют, что-то там распадается, ДНК копируется, иногда копируется не полностью, кончики потихоньку у него отпадают, и вот человек стареет. Представьте себе, что эти процессы замедлились, и тот процесс, который происходит на протяжении 80 лет, он происходит на протяжении 800 лет. В данном случае этой физики, вот там, теория относительности, совершенно неважно, о каких процессах идёт речь, процессы биохимические в живом организме, или это просто движение материальной точки, там, падение шарика с потолка на пол. Вот. В этом смысле человек, если он находится рядом с массивным телом, все процессы в нём замедляются, и он стареет медленно. Ну, это не субъективное ощущение, то есть человек, который оказывается на звезде, он проживает час, а на Земле проходит, условно говоря, там, 100 лет, в зависимости от расстояния. Ну да, в этом смысле, кстати, он, а, ну да, да, он постареет медленнее. Это, нет, это не субъективное ощущение, это вот просто состояние, физическое состояние его организма. То есть человек может 800 лет прожить на этой звезде, там, условно говоря? Нет, для себя он проживёт столько, как обычный человек. То есть 80 лет? Да. А вот для наблюдателя извне он проживёт действительно 800, то есть этого человека будут видеть и тот, кто жил 800 лет назад, и сегодня. В этом смысле возможны вот путешествия в будущее. Путешествия в будущее, в принципе, можно организовать даже вот в рамках города, да, давайте возьмём большую центрифугу, вкачаем туда кучу энергии, отключим всю Латвию, всё только ради этой одной центрифуге, и будем её 100 лет крутить с околосветовой скоростью, я не знаю, выдержит ли материал. Ну, допустим, мы сделали такой материал, который выдержал человек, которого мы туда посадим. Для него пройдёт один час времени, но когда он выйдет из этой центрифуги, он попадёт в... В ригу через 100 лет? Да. А почему? То есть, и он будет ощущать, что вот прошёл час? Да, для него прошёл час. Для всех остальных прошло 100 лет. Он очень быстро двигался. Вот это очень быстрое движение, оно работает примерно так же, как и массивные тела. Время тоже замедляется для объектов, которые очень быстро двигаются. Это специальная теория относительности. Такой вывод сделала. В конечном итоге всё это упирается с точки зрения такой, ну, не сказать математики, но идеи в смысл. Всё это упирается в вот эту фундаментальность скорости света, что скорость света, она одинакова для всех наблюдателей. Вот из-за того, что она одинакова для всех наблюдателей, и получается, можно сделать такой вывод, что для движущегося у наблюдателя время течёт медленнее. То есть, не хотите стареть, найдите деньги на центрофугу, которая разгонится до скорости света, и можете прожить 100 лет. Ну что ж, спасибо вам, Антон Бирюков. У нас сегодня был российский астрофизик. Ещё раз напомню, что можно принять участие в лекциях, которые пройдут 12 октября в Музеум ЛВ в Культурном центре Грата. Дж. Синифилин организует эти лекции. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо вам. До свидания.